В моем нынешнем докладе речь идет в целом о вероисповедной политике российской монархии. В данном случае одним из ее важнейших аспектов, о котором сегодня я хотел бы сказать, это роль мусульманских институций и персон, задействованных в этих институциях, обеспечивавших деятельность, их институциях и их взаимоотношения с государственными органами, учреждениями и должностными лицами. Здесь наиболее заметное явление – это муфтияд, учрежденный в Российской империи, и Магометанское духовное собрание, духовное собрание мусульман, учрежденное в 1789 году. Литература, ну и, конечно же, глава этого собрания – муфтий Мухаммеджан Хусейн. Его деятельность, в том числе и на посту главы духовного собрания мусульман, была предметом рассмотрения в литературе, прежде всего, если брать состояние нынешней историографии, в литературе западноевропейской. И там она рассматривалась в связи с национальными движениями российских мусульман на протяжении XIX века и в связи с некоторыми методологическими, а именно постпозитивистскими поисками. Что касается литературы нашей, то здесь интерес отчетливый проявился в 90-е годы и в 2000-е, опять-таки в связи со сменой методологической парадигмы, ну и, разумеется, в связи с пробудившимся интересом к истории религии и ее роли в политических взаимоотношениях имперского периода. О самом муфтии Мухаммеджане Хусейнове есть исследование Даниэля Дамировича Азаматова. Частично ему посвящал внимание такой крупный историк прошлого, как Михаил Порфирьевич Вяткин. И также ряд других современных историков занимались деятельностью муфтия, его связями с казахской верхушкой, его связями в казахской степи в целом и на Кавказе. Но тот эпизод, о котором сегодня я буду говорить, и те обстоятельства его деятельности, они получали гораздо меньшее рассмотрение, соответственно, есть повод к ним сегодня обратиться. Что касается материала, на котором это обращение можно осуществить, то прежде всего речь идет о двух комплексах источников. Первый из них – это служебная переписка губернатора фон Кеутлинга Уфимского, губернатора, который в то время также возглавлял и губернию Оренбургскую, и осуществлял непосредственное руководство политикой на юго-восточном направлении. Его переписка датирована 1793 годами, и она освещает в целом состояние отношений России с казахскими главами родов, в целом с казахской степью, и состояние политики на юго-восточных рубежах, обстановку, крупнейшие меры, которые там предпринимали с российскими властями. Ну и кроме того, в этом комплексе есть документы, связанные непосредственно с деятельностью муфтии Мухаммеджана Хусейнова. Это его отчеты, это его переписка, связанная с его степной командировкой, и это его переписка другим должностным лицам в региональных органах управления – Оренбургских и Уфимских. Ну и кроме того, второй комплекс источников – это непосредственно документы самого муфтии, относящиеся к 80-м, началу 90-х годов, 18-го века. Это его переписка с должностными лицами, его послание Екатерине II. Все эти источники не опубликованы, хотя здесь нужно сделать одну оговорку, о которой чуть позже. Они хранятся в Российском государственном архиве древних актов, и, соответственно, этот материал является достаточно новым и интересным. Что касается источников, то путевой журнал муфтия о его степной поездке, о котором сегодня тоже будет идти речь, публиковался. Сделал это как раз Михаил Порфирьевич Вяткин в свое время, еще до Великой Отечественной войны. Но, несмотря на эту публикацию, неопубликованные материалы могут многое к ней дополнить, потому что есть неопубликованный экстракт журнала с деталями, которые отличаются от того, что содержится в самом журнале. Ну и, кроме того, есть переписка муфтия с губернатором Пеотлингом, которая также содержит детали о его поездке, не вошедшие в журнал, либо исключенные оттуда после того, как журнал был проверен губернатором перед подачей на имя Екатерины II. Соответственно, эти материалы позволяют поставить вопрос о том, как развивались взаимоотношения на степной границе, какова была система управления, как строились отношения политические и дипломатические, и, соответственно, как осуществлялась коммуникация в ходе этих взаимоотношений. Если говорить о коммуникации российской в целом, о системе коммуникации с казахской степью и о коммуникации пограничной, то этот вопрос эталонно рассмотрен Романом Юлиановичем Почекаевым. Здесь мало можно что дополнить. Я только скажу о том, что в данном случае аспект коммуникации связан с чем? Когда мы говорим о политике, то важно отдавать себе отчет наличия обратной связи, потому что благодаря ей политика корректируется и, соответственно, изменяется. Вот в данном случае интересен тот вклад, который муфти Мухаммеджан Хусейнов внес в коммуникацию взаимоотношений, выступая одним из ее акторов, потому что благодаря ему осуществлялась обратная связь, потому что благодаря ему та обстановка, которая складывалась в степи, она становилась отчасти более понятной российским должностным лицам, ну и, соответственно, роль муфтия в этой связи значительно изменялась, если мы говорим о системе политических взаимоотношений в цеху. По документам, о которых я говорил, можно выделить три периода в деятельности муфтия и, соответственно, его участие в политико-дипломатической коммуникации. Это со времен его назначения первым главным ахуном в Оренбургскую пограничных дел экспедицию и до, то есть, с начала 80-х годов и до весны 1790 года. Второй период – это весна 1790 года и весь 1791 год. Ну и, наконец, третий период – это 92-й год и то, что позже. Критерии периодизации, о них я скажу, но сейчас можно выделить два наиболее главных. Это, во-первых, содержание деятельности муфтия, ну и, во-вторых, тот способ осуществления коммуникации, который для него был основным в каждом из этих периодов. Если мы говорим о первом периоде, то есть, на протяжении 80-х годов, то здесь муфтия выступает как порученец и агитатор в степи. Его основной задачей было убеждение мусульман, было убеждение казахских племен в том, что их подданнические обязательства по отношению к Российской империи не являются противоречием их религиозной принадлежности. Дело в том, что в это время в степи разворачивается настоящая агитационная война, когда основными, но заочными оппонентами муфтия выступают среднеазиатские улемы, улемы преимущественно из Бухары. И в степи появляются письма, послания улемов о том, что принадлежность к исламу, она противоречит тем подданническим обязательствам, которые мусульмане, в частности казахи, могут нести по отношению к Российской империи. Ну и, соответственно, когда сведения об этих посланиях, о том, что они появляются у казахов, приходили от информаторов, то муфтий немедленно получал поручение составить контрпоучение или контрпослание. И такого рода послания он составил немало на протяжении 10 лет, о каждом из них он докладывал. Ну и, собственно, лейтмотив подобных посланий он изложил сам в одном из отчетов, когда говорил о том, что все те, кто получают мои послания, с отменным порадованием их воспринимают, и в верноподданнической своей должности утверждаются. Хочу подчеркнуть, что это была полемика заочная, потому что на протяжении 80-х годов муфтий выезжал в степь, но выезжал в основном с поручениями чисто политического характера, и вопросы религиозные в данном случае носили все же в его коммуникации вторичный, подчиненный характер. Вторым моментом, который преследовал муфтий в своей деятельности, вот этой вот полемической, была постоянная связь и коммуникация с лидером движения, которое возникло в младшем казахском жузе, это с Рымдатов. Дело в том, что это движение, возникшее в 80-е годы, оно было направлено против ханской власти, оно было устойчивым, оно было длительным, оно вызвало необходимость уступок с российской стороны, в частности, была предпринята реформа управления в младшем казахском жузе, было отстранено от власти хан Нурали, но вот с 83-го года перед муфтием также была поставлена задача поддерживать связь с Рымдатовым и возбуждать в нем верноподданническую ревность. И, соответственно, муфтий эту задачу выполнял, но, опять-таки, в прежнем режиме. Когда поручение давалось, то он непосредственно направлял либо ему, либо в его рот соответствующее поучение, подкрепляемое выписками из Корана, о необходимости соблюдать, во-первых, тишину на границе, во-вторых, взаимодействовать с российскими пограничными инстанциями в неконфликтном порядке, потому что конфликтных вопросов было очень много. Ну и, соответственно, также речь шла и о соблюдении верноподданнических обязательств, подкрепляемых аргументами из священного Курана, как писал сам муфтий. Ситуация изменилась отчасти. Ситуация изменилась в 1790 году. Потому что, во-первых, началась русско-турецкая война, во-вторых, Россия в этой войне испытывала на тот момент серьезные трудности, связанные с тем, что война шла на два фронта. Кроме русско-турецкой, собственно, войны еще шла и война со Швецией в 1788-1990 годах. Ну и, соответственно, возникла новая угроза на юго-восточной границе. С чем она была связана? Она была связана с тем, что весной 1790 года в казахской степи появляются послания чеченского лидера шейха Мансура. Эти послания были по своему жанру религиозно-политическими воззваниями, но они имели и конкретные поручения, конкретные приглашения, направленные к главам казахских родов. И эти приглашения были такого рода. Нужно напасть на Астрахань, нужно напасть на другие пограничные российские города с тем, чтобы поддержать мусульман, которые ведут сейчас борьбу против России на Кавказе. Подобная координация усилий между шейхом Мансуром и Срымом Датовым она российские власти на тот момент встревожила очень сильно. И губернаторы, и наместник Кавказского наместничества, и уфимский наместник, которым был пилотлинг тогда, были этим обстоятельством весьма озадачены. Соответственно, возникла необходимая срочная командировка муфтия в степь для встречи со Срымом Датовым и для личного воздействия на него с тем, чтобы, во-первых, узнать, получал ли он эти послания, каким образом он к ним относится, и будет ли он, самое главное, будет ли он поддерживать союзнические отношения с шейхом Мансуром, какая координация у них может наметиться. И таким образом возникнет чрезвычайно неприятное для российских властей явление своего рода Третий фронт, кроме турецкого. И, ну, правда, тогда боевых действий не было между ноябрем 89-го и февралем 90-го. Но, тем не менее, шли переговоры, и турки использовали эту паузу для того, чтобы добиться некоторых послаблений для себя в послевоенном регулировании. Плюс русско-шведская война, и вот здесь возникал своего рода Третий фронт на юго-восточных границах. Соответственно, наместник Петлинг дал инструкцию Мухаммеджану Хусейнову, в котором был специальный пункт относительно посланий шейха Мансура. Известный мятежник и лжепророк шейх Мансур по-часту старается пересылать к ним, к главам казахских родов, возмутительные письма. Не трудно ли вам будет вселить в киргизских старшин, то есть речь идет о казахах, истинные понятия осем-обманщики и соблазнители, доказав им, что все его внушения прямо противны закону, но речь идет о религии, о мусульманском законе, якопротивны верноподанческой их должности. Вот с этой инструкции Муфтий выехал в степь весной, в апреле 1790 года. Причем я хочу подчеркнуть, что вот здесь изменяется нагрузка, так сказать, коммуникационная, которая ложилась на Муфтии. Если раньше он был просто просвещенным полемистом, то теперь у него возникала задача лично влиять на казахских старшин, на глав родов, на самого Срымодатова и оказать на них воздействие в нужном для российских властей духе. И, соответственно, вот тот образ, который мы знаем из атеистической литературы 20-х годов, созданный по поводу Мухаммеджана Хусейнова, вот «Палач в Чалмее с Кораном», он как раз родился вот на основании событий, о которых идет речь, потому что именно вот в это время Мухаммеджан Хусейнов выезжает в степь, встречается с теми, с кем ему было предписано, и буквально вот потрясая священным Алкураном, проводя встречи личные, постоянно в течение полутора месяцев, находясь в степи, убеждает в том, что необходимо, во-первых, поддерживать тишину на границе, не поддаваться поучениям, приходящим из Бухары, и воспринимать его увещевательные листы, как истину в последней инстанции. Здесь изменяется и содержание полемики Муфтии в другом отношении. Если раньше его оппонентами были только бухарские улемы, то теперь появляется новый враг, непосредственно в степи, причем хорошо знакомый Муфтию лично. Дело в том, что источники вот этого периода, 90-е и 91-е годы, пестрят упоминаниями о контрполемистах Муфтии, о так называемых чеклинских мулах. Это мулы, которые осели в одном из казахских родов, вроде Шекты, и они вели полемику непосредственно против Муфтии. Некоторых из них Муфтий действительно знал лично, потому что они были беглецами, раньше служили в Уральском войске, и, сбежав из него, ушли в казахскую степь. Ну, а другие мулы – это были приезжие из Бухары, которые, опять-таки, в стиле посланий бухарских улемов поддерживали связи с казахами и влияли на них в свою сторону, потому что дети глав казахских родов должны были получать образование, но и благодаря деятельности представителей духовенства и Средней Азии. Образование они получали преимущественно в Бухаре и в других среднеазиатских городах, тогда как Муфтию была поставлена задача эти связи нарушить и сделать так, чтобы казахи посылали своих детей для обучения в Россию, в частности, в российские медресы. Это второй период деятельности Муфтия, который ознаменовался еще одним обстоятельством – его конфликтом с наместником Пиотлингом. Дело в том, что Пиотлинг и Муфтий по-разному смотрели на работу самого Муфтия в степи. Ну, если для Пиотлинга Муфтий был всего лишь высокопоставлен порученцем по делам ислама, который должен был выполнять его указания, письменно и устно влияя на казахских старшин, то для самого Муфтия его деятельность была гораздо более существенным мероприятием. И он предполагал, что его значение вот в этой региональной политике, в региональной коммуникации больше, весомее. Во всяком случае, он себя тогда считал уже фигурой равновеликой губернатора. И в этой связи он затеял встречную интригу, он стал обращаться через голову губернатора в Петербург, он стал обращаться непосредственно к Екатерине Второй и стягивать на себя те контакты с казахской степью, которые должны были представить его перед Екатериной Второй не просто главным актором коммуникации, но своего рода мусульманским министром, который отвечает за политику России вот в отношении мусульман на юго-восточном направлении. Ну и надо сказать, что здесь Муфтий проявил себя с неожиданной стороны, не только с хорошей, но и, может быть, не совсем хорошей, потому что обнаружился его крутой, надо сказать, нрав и его непомерное властолюбие, потому что пытался он не только конфликтовал не только с губернатором, но и с подчиненными ему мулами, но и с мулами, которые формально ему не подчинялись, а служили в Уральском казачьем войске, и заявлял громогласно, что всех мул, которые доносят непосредственно либо Зимбулатову, главе Оренбургской пограничных дел экспедиции, либо губернатору, тех всех мул сделаю я, я коскотов и не заведу. Третий период – это период дальнейшего расширения пространства свободы для муфтии, то есть в конфликте с губернатором он одержал победу, Екатерина II поддержала не губернатора, а муфтия, высоко оценив результаты его весенней поездки в степь в 1790 году, ну и, соответственно, пойдя ему навстречу в том плане, что да, он является главным для коммуникации со степью и для формирования во многом политики. России в отношении степи. Таким образом, пространство решений муфтия значительно расширилось, а его роль в политике возросла. Ну и, соответственно, его роль в коммуникации тоже изменилась, то есть это уже была не только письменная коммуникация, но и постоянный контакт с представителями степной верхушки, личные встречи, беседы, рекомендации. То есть здесь муфтия выступает уже активным актором, причем актором, что называется, непосредственно находящимся на острие самой политики. И таким образом значение муфтия весьма выросло. Я повторяю, и это представляет собой разительный контраст, например, с тем, как обстояло дело в Крыму. Потому что крымский муфтий, он такого пространства свободы просто не имел. Он буквально шевельнуться не мог, задавленный бюрократическими требованиями, задавленный жестким надзором со стороны российских чиновников. А вот на юго-восточной окраине в полной мере проявился личностный фактор, в полной мере субъективный момент коммуникации возобладал. И муфтий Мухаммеджан Хусейнов здесь выступил одной из главных фигур, которая на протяжении последующего десятилетия фактически, ну, разумеется, не самостоятельно, а в тандеме с вернувшимся на губернаторство и Гильстромом после завершения шведской войны, формировала политику России в отношении казахской степи. И главный акцент был сделан уже не на формальные поучения, а на формирование той прослойки в степи, которая способна лично влиять на ситуацию, которая способна доносить поучения непосредственно, а не на бумаге, и которая будет иметь личную выгоду от развития взаимоотношений с российскими властями. Благодарю за внимание. У меня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова